Дорогие друзья, всем большой привет! У нас сегодня прекрасное солнечно-морозное утро, минус 13. Здесь у нас лёд. Солнышко светит, я расчихалась. Приехали на каникулы с подругой на дачу. Вот, с детьми. И сейчас я вышла на улицу, хочу почистить снег. Потому что Серёжа с нами приехал. Помог нам почистить снег. Точнее, не помог, а почистил нам снег. Вот этот сугроб, на самом деле, мне чуть выше колена. Ну, не чуть выше, а прилично. Это бедро, наверное. Очень много снега в этом году. Прям немерено. И я вам в шорт на той неделе показывала о том, что у нас очень сильно поднялась земля. Вот, и мне пришлось даже перелазить через забор, когда мы приехали. Потому что ворота не открывались. Вот Серёжа между забором и песком почистил снег, для того, чтобы ворота отъезжали. Сейчас, кстати, капает с крыши. Пришлось перелезть, открутить листы. Вот опять не открывалась. А вот открылась. Видите, застреёт. Надо будет сегодня почистить. И я ещё покупала реагент. И Серёжа просыпал. Посмотрите, вот видите, лёд. Вот это вот всё поднимается, замерзает. И потом мы не можем ничего открыть. Сегодня у нас понедельник. Покажу вообще нашу улицу. Кто-то написал, что у нас очень широкая достаточно улица. Да. И вот от дороги есть приличное такое расстояние до забора. Когда снег идёт, мы, те, кто зимой ездит на дачу, мы скидываемся денежкой, и нам трактор чистит снег. Единственное, неудобно, когда мы приезжаем, и получается вот въезд к нам. Ну вот для машины въезд. Он засыпан, конечно. И приходится сначала откопать, а потом уже заезжать. Так вот мы с вами прогуляемся немножко. Вот. Такие вот у нас дела. Так как понедельник, совсем никого на дачах нет. У нас здесь есть кто живёт, но здесь немного людей. Вот. А я сейчас, как вот Серёжа велел, нужно будет почистить снег. И, кстати, посмотрите, с крыши всё равно, слава богу, крышу не... Снег не порвал. От тяжести снега она не порвалась, и он всё равно потихонечку скатывается. Очень много, друзья, снега. Прямо. Так. Здесь вот под снегом на самом деле лёд. Только сейчас он уже немножко так проминается. А так, конечно, снег... В общем, хоть его и немного, но почистить нужно будет. Я буду очистить с помощью лопаты, потому что его немного, и это не так тяжело будет. А так Серёжа, конечно же, достаёт снегоуборочную машинку и чистит. Всё-таки он говорит, хорошая штука. Конечно, можно было бы, знаете, побольше и помощней взять, но когда вот ты живёшь и ей чистить, то вообще прекрасно. Когда ты раз в две недели приезжаешь, и очень много снега, то, конечно, тяжеловато, но в любом случае легче, чем лопаты. Вот. И тоже в шорт выставляла, но хочу здесь повториться о том, что можно видеть, что на теплице, сейчас поближе подойду, мы давным-давно снег не убирали. То есть, как перед Новым годом убрали один раз, и всё. Всё остальное время этот снег сам сползает с крыши. Время, конечно, покажет, сколько простоит эта плёнка, но тем не менее снег сам скатывается очень вот наполовину теплиц, если видно. Вот, друзья, видите, здесь у меня клематисы растут, и вот даже туда уже не пройти и чистить мы, конечно же, уже не будем. Ладно, пойду чистить, а потом нужно в магазин за реагентом съездить. что вам показать, у меня появился новый помощник, это планетарный миксер от оберхов, и сегодня с помощью этого миксера буду готовить тесто для пирожков. Поэтому давайте вместе с вами откроем и посмотрим его. Смотрите, друзья, какой красивый черненький. Обычно мне на пельмени или на вареники не хочется заморачиваться с тестом, а с вот этой штукой я надеюсь, что я теперь больше буду готовить. Так, ну что, друзья, нашла в интернете рецепт, буду замешивать тесто. Друзья, для этого рецепта нам понадобится 20 грамм дрожжей, либо вот таких живых, либо 8 грамм сухих, 300 миллилитров воды, соль 1 чайная ложка, 1 столовая ложка сахара, 550 грамм муки, на муку вы, как всегда, регулируете исходя из своей муки, и растительного масла 2 столовые ложки. Так, в теплой воде в 100 миллилитрах растворяем дрожжи. Я уже заранее все отмерила. Планетарный миксер имеет 6 скоростей плюс импульсивный режим, вместимость чаши на 5 литров, очень хорошие антискользящие прорезиненные ножки. В набор входят 3 насадки. Одна из них насадка для замешивания теста. Она состоит из двух крюков, что имитирует замешивание теста руками. Чаша внутри измотированной нержавеющей стали и блокировкой у основания. Есть еще вот такая вот крышка для того, чтобы установить ее вот здесь и засыпать уже сюда нужные вам ингредиенты. вверх. Продолжение следует... все друзья тесто убираю в теплое место если его не хватит то мы еще одну партию закинем сюда и это чудо машина нам поможет вообще 5 секунд и готовые наверное три минуты его машина работала перемешивала хотя в интернете я прочитала что нужно от 7 до 10 минут мне показалось что это очень много в общем ждем когда подниму посмотрите тесто поднялось прям такое воздушное сейчас будем лепить пирожки так ну что положила вот сюда у меня восемь пирожков здесь получается еще шесть и вот милана будет 15 в общем духовку я уже включилась сейчас они немножко постоят поднимутся и я уберу их в духовку предварительно смажу яйцом точки уже выпекаются пока вот это вот шайтан машина поставила вот сюда друзья как я уже ранее сказала что давным давно хотела такой планетарный миксер потому что с тестом я не очень люблю работать а вот это вот на самом деле очень хороший для меня выход 5 секунд и тесто готово я удивилась насколько быстро это все произошло и это мне кажется для меня теперь будет палочка-выручалочка очень быстро миксеру идет в подарок вот такая вот многофункциональная овощерезка у меня уже есть такая и друзья я бы хотела эту овощерезку разыграть среди своих зрителей среди своих подписчиков что для этого нужно сделать быть подписанным на мой канал обязательно быть подписчиком также поставить лайк этому видео и написать комментарии что вам нравится в нашем канале почему вы его смотрите ну что-то вот в таком роде из недельку или две я разыграю эту овощерезку и отправлю вам ее по почте так что жду ваших комментариев подписку и лайк золотые маковки церквей над рекою зимняника спела я спорным маком надо мной небо высоко я еще мальчишка лет пяти и радость моя поет и счастье моё летит дедушки дедушки на медали за берлин и за прагу и счастье моё лети и радость моя поет это все мое родное это где-то глубине это самое святое что осталось во мне это нас хранит и лечит как господня благодать это то что не купить и не отнять а как песня называется золотые маковки церквей золотые маковки церквей да очень хорошо это про родину про семью до у меня смотри они на лед пошли по аккуратного здесь поэтому пойдем танюх это там река блин я первый раз вижу а если еще никто не ходил здесь все здесь ока начинается смотрите-ка красиво закат как будто просто поле так друзья подруга решила приготовить утку я вчера купила расскажи маринад ну давай сначала расскажу давай утка домашняя хорошая большая обычно в магазинах такая дохленькая с такими этими да такого в общем это жирненькая большая вот мы чуть-чуть и по-другому потому что обычно утку здесь связывают ножки но здесь у нас оказалось жирненькая не хочет но зашивать мы ее не будем потому что я буду ее фаршировать потом сейчас все расскажу первое что мы делаем это перышки все которые есть убираем вот есть какие-то мелкие остаются вот здесь но где-то если остаются то они все равно подгорят потом не страшно либо какие-то места не едятся вот обязательно отрезаю шею шею я отрезаю прям как декольте она когда начнется запекаться у него даже побольше будет видно на того что шею очень много лишнего жира не нужен он просто горит и все вот и обязательно хвост потому что эти запахи все она и так здесь жирная желательно ну все вот это убирать но я чуть-чуть прямо осталось вот уж домашняя хоть мне кажется классно будет вот сама кури ну любая утка она жирная то есть нее под кожей жира вон нормально он весь будет сжигаться но очень важно что делать если домашнюю берете ее обожгли все равно кожица уже нормально так вот обычно ее берешь ее надо кипятком обдать и вы увидите как кожа сворачивается она прям сжимается что это дает это для того чтобы корочка была потом хрустящей красиво идеально не мягнуто есть прям вот для кожицы красиво идеально должно быть именно так поэтому кипятком обдаем затем а вчера вечером то есть мы ее мариновать на ночь я просто беру соевый соус чеснок туда травы какие есть то есть разные там травы но ты розмарин я смотрю положила а там я просто взяла набор а это французские вот и все единственное что я уже потом под конец и яблоки делаю апельсины апельсины просто кольцами под конец готовки сейчас станет завернет фольгу час ты будешь нет я просто чему говорю просто жопки апельсинов я по нарезаю вот это все кожуру я просто кольцами апельсин нарезаю а вот эти края вот у нас же есть эти кольца я оставила а жопы к этого апельсина и вот сюда но это чисто так и потому что желательно цедру это умеете вместо цедра вот все в общем это все я сейчас запакую фольгу вот 200 градусов может быть даже бы смотреть может и 250 точно на большая это все должно под фольгой в течение часа затем это дальше мы покажем затем нам нужно будет через час обязательно здесь я не фарширую пока через час сюда нужно обязательно вытереть все этой бумажным полотенцем вот для того чтобы здесь будет очень много сока с кровью он будет прям красный этот сок его надо убирать он тоже свой привкус дает и хорошие повара говорят это надо убирать потом когда мы это все вытрем мы сюда уже яблочек и все это сделаем это мы все покажем пока пусть она вот запечется часик у нас просто в марге у нас эти эта утка продавалась с шеей хотя вот мама говорит что обычно без шеи но мы ее тоже отдельно от этой утки запечем маленькая шея обычно это прям такая огромная но это целая шея а тебе нужно отдельный до противень вот это идеально фамилия в общем у нас духовка уже разогревается сейчас я думаю даже на двести пятьдесят здесь она большая но это все максималку поставил все и начался в духовку все пока пока так снимаем фольгу сняли точнее уже тут у вас перец то если поливать будем сейчас чё дальше делаем дальше мы из внутренности брюхо как я говорю из попы а танина мама сказала из брюха достаем вот но я из-за того что тут апельсинки до достаю а так там еще тряпочкой вот видите вот это красное это еще на не сильно такой красного что в апельсинки а так вот это вот все красную муть лучше всего убирать может тебя побольше эту он пластик пластик вот смотри не тащимся вниз не падала ой ну вообще это бумажным полотенцем просто его нет я этим впитала а ты туда засунул я же не сняла это засунула у нас полотенце я вообще бумажная вот такое а ты обычно бумажные спорта я бумажное полотенце просто все по впитываю и потом оттаскиваю да и вытаскиваю чтобы вот эта вся муть все красное оно вылезло оттуда молодцы апельсины могут там остаться а яблоки ты вовнутрь нарезать да я думаю так есть маленькие такие более яблочки да их прям целиком туда запихиваю сколько влезет хорошо надо набить вообще пахнет вкусно просто я обычно эти яблоки не жру не ем и это то может кто-то ест а поэтому так вот потом самое главное тоже потом чуть украсить так красиво яблочки нарезать что вот это как цветочек так вот и что ты делаешь на коже это я под конец пусть она как хрустящая зарумянится вот мы сюда апельсинчики с яблочками красиво положим они тоже запекутся красиво-красиво но обычно это все очень хорошо к праздничному столу нас в итоге на двести пятидесяти стояла час ровно час уже в разогретой духовке мы выпекали мы сейчас поставим ее на полчаса на конвектор чтобы нас кожица этот и потом уже яблоками апельсинами и заложим еще на полчаса да просто если мы сразу сейчас яблоками апельсинами то они да кожа будет мягкая нам надо чтобы она подрумянилась красивая была красотка какая у нас утка утка же получилось немножко подгорели но это но не кстати мягенькие вкусненькие будет курочка хрустящая это не сгоревшие ничего такого вот под ней она мягкая и сразу бы сделала бы эти фрукты то нам не было там на печеные яблочки это я буду наверное если они вкусные так что вот такой вот рецепт рецепт а шею я уже съела отвал башки вообще не чувствуется что наш мясо утки не без привкуса какого-то это мы конечно попробуем ты будешь покажешь давай еще кусочек отрезай она большая я надеюсь что она готова на держите первое просто маленькая точно должна это не за мягкая да ну отлично и и без брусиничным таким соусом позже мы ножки они должны быть нежные сочная грудка она все равно она не жесткая мягкая а сколько да простите что мы поджуем я думаю что мы попробуем все-таки с нашарабом соусом гранатовым я думаю тоже будет вкусно и это все для нас двоих представляете да 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 дети не едят да мы не против холостяки питаются сосиской да а мы вот кто на что учился вот так вот я ни разу кстати утку не готовим а как-то сереже покупали отдельно грудку и пытались быстро пожарить вот как показывает повар но на жестко получилось и очень уткой отгоняла вот этот вкус а здесь такого нет и получается сутки и мариновала на ночь просто ну красота но это реально вот это не сгоревшая очень вкусно вкусно будет писать сгорелый свой вкус определенный дает готова у нас ножка красивая салатик сосиски с макаронами ну да замечательно в общем приятного нам возможно и вам аппетита если вы завтракаете обедаете или ужинаете вообще на налетает они у нас друзья приехал кадастровый инженер замеряет дом замерят его внутри вот сейчас снаружи и будем регистрировать дом сейчас вы на экране видите наш старый комод икеевский лет 15 назад мы его покупали так вот сейчас будет анонс следующего видео не пропустите если вам интересно перекраска мебели то советую вам посмотреть следующее видео и она будет о перекраске этого комода но я буду заканчивать этот ролик до новых встреч дорогие друзья и всем пока пока